Матч ТВ Мануэл Фернандо, 60-й Антон Биранчук, 59-й Аков, резервный судья из набережных Челнов. Также сегодня на матче работают инспектор Владимир Овчинников, Москва и делегат Юрий Ключников, Ростов-на-Дону. Состав команды Александра Тарханова, 31-й номер Ярослав Гадзюр в воротах, 3-й Вороздат Араян, 4-й Грегор Балажец, 6-й Эрик Бикфалви, 9-й Георгий Чентурия, 14-й Юрий Бавин, 15-й Денис Кулаков, 17-й Николай Димитров. Максимальное затишье, как его можно только охарактеризовать, но и вот тревоги включились еще до стартового свистка, а теперь дан и стартовый свисток. Посмотрим, как Локомотив начнет эту встречу, потому что с результативным стандартным положением. Да, и вот попытка Урала забить, посмотрите, положения вне игры не было, и это первый момент сегодняшней встречи, он возникает на 8-й минуте, Чентурия забрасывает мяч в штрафную площадь, и Владимир Ильин едва не наносит удар. Разбираются друг с другом защитники Локомотива, но мы с вами еще раз смотрим, как не был использован первый хороший момент в сегодняшнем матче. Действительно, просто не попадает по мячу Владимир Ильин направо, Игнатьев уже в штрафной площади, прострел, момент, но пока без удара по воротам. Чентурия, насколько хладнокровно, вперед, подача Димитрова, удар по воротам, и это потрясающая игра Маринато Гильерби, сложнейший мяч вытаскивает Ротарь Локомотива. Вот действительно Урал, что умеет, то умеет. Любая подача штрафную со стандарта, это всегда опасно, смотрите. В итоге навес, штрафную площадь, Гадзюр, вышел, момент, опаснейший мяч в сетке, 1-0, Локомотив выходит вперед. На 21-й минуте поздравляют партнеры Джефферсона Фарфана. Что называется, подобедал. Оказывается, первым на отскоке Джефферсон Фарфан и в борьбе с защитником проталкивает мяч за линию. 1-0, хорошее начало для Лока. Смотрим, еще раз, как это было, передача Эммануэла Фернандеша. Гадзюр в борьбе с соперником до мяча толком не добрался. Ну и Джефферсон Фарфан, вот что значит футболист, который нацелен на ворота в каком-то уникальном абсолютно прыжке. Он опережает Грегора Балажица. Вот отсюда должно быть это очень хорошо видно. И мяч в сетке. Умением встретиться с мячом именно штрафной площади соперника немало голов забил головой. Красиво обыграл Миранчук. Удар! И Ярослав Гадзюр выручает свою команду. Мокрый мяч. Не просто было вратарю Урала в этом моменте, но он справился. Ну и хорош Миранчук. Тоже оценим его нацеленность на удар. Обыграл соперника и тут же пробил. Подача. Гадзюру не выйти. Удар! Из прекрасной позиции наносит Антон Миранчук прямо с линии вратарской. Он бил, но выше цели. Еще один хороший момент локомотива после углового. Смотрите, пока никого нет рядом с Миранчуком. И так никого рядом с ним по большому счету и не оказывается. Посмотрел он на своего партнера, на своего брата. За раздосаду у нас махнул руками. Такое впечатление, что в первую очередь братья ищут друг друга, а потом уже оценивают другие варианты. Легбалви. Удар по воротам. Отбивает мяч Гильерме, но атака Урала продолжается. И это 1-1! Вот это да! После прострела мяч попадает в ногу Гильерме и все-таки оказывается за линией ворот. Радуются Александр Тарханов и представители тренингского штаба. Его команды вот так вот уральцы побежали вперед и своего добились. Здесь Димитров оказался первым на подпоре. Ну и дальше надо смотреть. Похоже, просто повезло. Простреливал Димитров. Или, может быть, бил по воротам. Ну а Гильерме хотел сыграть на перехвате. Но в итоге мяч попал ему в ногу и отскочил в ворота. Еще раз смотрим. Удары за пределы штрафной действительно сегодня очень опасные. Что у Мирончука, что у Бигфаула. Посмотрите, как Гильерме отбивал мяч. Мне кажется, он вообще не в эту сторону собирался его направить. Ну а дальше... Да, похоже, Гильерме не был готов именно к такому рикошету. Гильерме явно был ориентирован на то, что будет прострел. И мяч полетит в район... Вот теперь уже локомотив прессингует на чужой половине поля. Антон Мирончук, Игорь Денисов. Отобрали мяч. Очень неплохо. Классно играет Алексей на Антона. Антон Мирончук в штрафной ответной передачи. Будет ли удар? Нет. Нет. Выносит мяч за линию ворот. Но момент. Судьба которого могла быть совершенно иной. Сейчас... Навес. Гадзюр не выходит. Удар в дальний угол. И опять третий угловой локомотив. Ну, формально четвертый, но предыдущий разыграли бестолково, откровенно говоря, железнодорожники. Третья подача Фернандыша с угла поля в штрафную. И третий раз футболисты локомотива, выиграв борьбу, бьют поворотом. Теперь это Печинович. Вот здесь попадая в уголок и все. А вот, кстати, и гостевые болельщики. Подача потери. Кулаков не возвращается назад. Его фланг свободен. Там сейчас один Мацы Рыбус. К нему приходит печь. Кулаков до сих пор на чужой половине поля. Пострафной удар! И здесь чуть было на противоходе. Не был пойман Ярослав Гадзю. Да, Рыбус здесь был намного проворнее Кулакова, потому что Рыбус-то успел опуститься назад и вынудить соперника сделать плохую передачу. А потом уже пошел в атаку. Кулаков за ним вообще не побежал. Да, Кулаков удивительно нерасторопен был в этом эпизоде. Если бы он был игроком команды Юрия Семина, я уверен, что сейчас бы ему досталось Антона. Снова Фернандеш направо. Когда Ману Фернандеш заряжен, это, конечно, большой мастер. Удар еще один будет от Игоря Денисова. И снова Ярослав Гадзюр в красивом прыжке. Переводит мяч на угловой. Вот вторая попытка Игоря Дениса уже значительно лучше. Мяч летел в цель. Да, два удара с лета по разным углам. Попал-то здесь пробил точно в нижний угол. Чуть сильнее. И, возможно, у Гадзюра бы шансов не было. Да, но мы не забываем то, что он прекратился, к счастью. Но поле мокрое, мяч скользкий. И действительно любой прицельный удар из-за штраф рядом с ним наверняка пробил. По поворотам Мануа Фернандеш. Он это дело любит. Забил ворота Спартака дальним ударом. Варенов. Передача штрафную проходит. И можно сразу пяткой туда дальше отдавать. Момент забивать. 2-1 в пользу Локомотива. Алексей Миранчук принимает поздравления. И Локомотив снова в этом матче выходит вперед. Большой палец правой руки Юрия Сюмина. Как награда команде за случившееся. Дмитрий Булыкин. Один из советников. Руководство Локомотива. Ну а мы с вами еще раз смотрим результативную атаку. Железнодорожников очень хороша была вот эта передача. И дальше пас пяткой. Ведь казалось, не дойдет он. И видите, может быть здесь даже Гадзюр смутил Грегора Балажица. Потому что Балажец-то казался, казалось, что он ближе к мячу в этой ситуации. Балажец мог просто его вынести куда подальше. Но Гадзюр стал выходить. Гадзюр до мяча первым добрался. Но попал в ноги Алексею Миранчуку. Запнулся и 4 в 3. Может получиться атаку Локомотива. Передача. По-моему, было положение вне игры. Это офсайд. Офсайд, к сожалению, для поклонников Локомотива. И конкретно для Джефферсона Фарфана. Чтобы дальше. Дальше на Фарфана. Мяч у Локомотива. Можно атаку продолжать. Фернандеш и Фарфан вдвоем. Они сейчас против пятерых соперников. Фарфан. Молодец. В этой ситуации, наверное, на большее было с ним Григория. Смещается в центральную зону. Перевод на дальний угол штрафной площади. Офсайда нет. Удар поворотом. Нет, это был удар сначала в сторону. А потом еще один угловой зарабатывает Урал. Готовы, кстати, замедлила Локомотива. Но Семен, похоже, попросил ее придержать. После стандарта должен появиться Борис Ротенберг. Лаков. Сильно вперед уже все смотрят на Владимира Москалева. Полагаю, что вот-вот должен раздаться финальный свисток, который позволяет Локомотиву догнать...